Ель Бук. Обзор новостей Казнета. Цифра дня. 20 вопросов о Евразийском экономическом союзе. В Астане в Евразийском национальном университете имени Льва Гумилёва состоялась встреча первого заместителя председателя партии Нур-Отан Бауржана Байбек с профессорско-преподавательским составом и студентами. Передаёт сайт kazakh-tv.kz. В ходе встречи студентам была презентована брошюра, в которой содержатся ответы на 20 самых часто задаваемых вопросов по евразийской экономической интеграции. Какие выгоды получат простые казахстанцы от участия в Евразийском экономическом союзе? Насколько он необходим для развития бизнеса и отечественной экономики? Ответы на эти и другие вопросы Бауржан Байбек представил в своей лекции. По словам первого зампреда партии, Казахстан готов к активной экономической интеграции с партнёрами. Создание ЕАЭС откроет для бизнеса рынок объёмом 170 миллионов человек, что даст дополнительный стимул развитию отечественного производства и диверсификации экономики. Новость дня. У стран-участниц ЕАЭС будут равные условия конкуренции на товарных рынках Союза. Бениус Кезет публикует интервью с экспертами. В проекте договора о создании Евразийского экономического союза в одном из разделов прописаны принципы и правила конкуренции. Подписание договора позволит осуществлять применение государствами-членами ЕАЭС норм своего антимонопольного законодательства к субъектам рынка государств-членов ЕАЭС одинаковым образом и в равной мере, независимо от формы и места регистрации таких субъектов рынка на равных условиях. Напомним, в эти дни в Астане проходит подписание главами трёх стран Казахстана, России и Беларуси одного из важнейших документов эпохи – договора о создании Евразийского экономического союза. Ожидается, что ЕАЭС начнёт работу уже с 1 января 2015 года. Видеопост. В Шимкенте основали НХЛ. На сайте от rar.kz видеорепортаж о ночной хоккейной лиге, которую организовали шимкентские любители хоккея. Три раза в неделю по вечерам в Ледовом дворце проходят тренировки и игры. Строители, бизнесмены, ветераны хоккея, госслужащие и спортсмены. Всех этих людей объединила большая любовь к хоккею. Ночная хоккейная лига постепенно обретает популярность. Сейчас в клубе 15 человек. Пока игроки покупают экипировку на собственные средства. Но в скором времени хоккеисты-любители намерены привлечь спонсоров. Идею о создании в Шимкенте НХЛ руководство дворца спорта восприняло с большим воодушевлением. Блогинг. Куда едут учиться казахстанцы? На блог-платформе EUVision.kz набирает просмотр пост блогера Мадди Букаш. По его данным, более 37 тысяч казахстанцев выбирают учёбу за рубежом. Автор составил список стран, куда казахстанские абитуриенты и студенты отправляются на учёбу чаще всего. На первом месте по выбору вузов Россия, на втором Китай. Далее идут университеты Великобритании и США. Самый экзотический вариант обучения за границей – это вузы Малайзии. Казахстанцам в этой стране не нужна виза, по крайней мере, на первые 30 дней. Смотрите обзоры Ель Бук в эфире и онлайн. Казахстан Казахстан